Слово на начало Святой Четыридесятницы об изгнании из рая Адама и о дурных жёнах. Нас ожидает возлюбленная богатая духовная трапеза, подчерпаемая из божественных писаний. Нетленными яствами изобилует она, но сладостью истинного учения. От неё питается и насыщается наши души не насущным хлебом, но небесными мыслями. Она не опьяняет вином, но воспламеняет дух и воздвигает сердца. Здесь не предлагается мясо, подверженное разложению, но вкушается радость и удовольствие небесное. Эта трапеза совершается не под звуки флейт и цитр. Здесь звучат мелодии боголюбезных псалмов и гимнов. Созерцание блудных плясок не услаждает здесь чувственных очей. Зато очи сердца горят любовью к небесному царству. Нет места кривляниям мимов и развратных людей там, где свирели пророков, а вспоменяют сердца наши внимать душеполезному учению. На чувственной трапезе внешний человек ввергается в легкомыслие, смех и пучины невоздержания. А здесь не только нет ничего подобного, но и внутренний человек возбуждается к любви боговедения и, возвышаясь над всеми житейскими суетами и помехами, возводится на единый царский путь вечной жизни. Если на чувственной трапезе употребит кто явство в излишке, то являются впоследствии боль желудка, вздутие внутренности и тому подобные страдания. На духовной же трапезе, напротив, если кто насладится ею в избытке, тот получает возможность и жизнь свою исправить, и совершить богоугодное дело. И тем большее получается наслаждение, чем больше было усердия в насыщении. Или опять, если на той трапезе ты употребишь вина вдоволь, то и в ногах чувствуешь тяжесть, и зрение тебе изменяет, и язык твой отказывается тебя слушать, а из твоей груди вырывается частое рыкание. Для друзей ты становишься смешон, в глазах рабов теряешь уважение, как будто в вине ты потопил свою душу. Совсем не таковы последствия духовной трапезы. Но если ты обильно вкусишь ее даров, то пойдешь прямой стезей в исполнении заповедей, данных тебе от Господа. Очами сердца узришь неземные блага, а из глубины сердца твоего отрыгнешь добрые учения, согласно словами пророка. «Отрыгну сердце мое слово благое». Псалом 44, 2 Твои друзья почувствуют тебе уважение, а домашнее увидеть тебе добрым, ласковым и кротким. Итак, рассмотрим пользу этой духовной трапезы, полюбуемся на ее небесное благолепие, насытимся вдоволь ее неоскудевающей сладостью, послушаем ее гимнов и песни, ведь ее гимны прогоняют демонов, а песни не излагает начальника тьмы. «Вострубим нам месячей трубою, влагознаменитый день праздника нашего». Псалом 84 Настал пост, любезный апостолом. Настал пост украшения мучеников. Настал пост сожитель монахов. Настал пост, уставы которого исполнял сам Господь, обитая на земле. Если хочешь, возлюбленный, послушай, какими венцами украшен пост? Адам, не соблюдший поста, был изнан из рая и получил повеление обрабатывать землю, порождающую терния. В современней кино они, соблюдшие поста, испытали всю тяжесть негодования Божия и были истреблены всемирным потопом. А сам Ной, допустив небольшое послабление в воздержание, обнаженный, повергся перед своими сыновьями. Исава невоздержания лишила прав первородства и отеческого благословения. Сыны Израилевы, не соблюдшие поста, лишились небесной утехи и божественной благодати. Теперь ты знаешь, что потерпели нарушители поста и воздержания. Узнай же и то, какой чести и милости удостоились те, которые его почитали и сохраняли. Воздержание снискало Моисею достоинство законодателя и поставило его во главе народа. Постничество вознесло Илью на огненной колеснице на небо, а его всесчастную милость сделала драгоценней царской багреницы. Воздержанием Даниил во рве заградил уста диких зверей и из их пасти вышел невредимым. Воздержанием украсившись, три отрока потушили печь, разжженную седмерицею, и пламень обратили в веяние влажной прохлады. Подъездник воздержания Иоанн наречен большим среди пророков и удостоился крестить в Айордане Господа славы. Но что говорить о пророках и праведниках? Сам Христос подвигом воздержания низложил врага и нам дал в нем оружие попирать его. Поэтому примем пост как драгоценный дар, святое сокровище, изображение истины, начало благочестия, основу духовного учения, умершление страстей, отгнание греха, бич пророков, подвижника детства, губителя демонов, запрещение дьяволу, низложение идолов, украшение церкви, силу царей, похвалу иереев, вразумление мужей, целомудрие жен, воспитание чад, свободу рабов, утешение бедных. Кто, возлюбив пост, не был прославлен? Кто, соблюдся его, не был возвеличен? Кого, кому его исполнение не доставило блаженство? Кто, укрепившись им, не победил искушений? Кто, вняв его призывы, не только не получил чести от людей, но и не отвратил от себя гнева и негодование Божие? Ахаб, вооружившись им, не избавился ли от грозного гнева Божия? Будучи осужден на съедение птицам и зверям и на то, чтобы в крови его омылись блудницы, благодаря посту на избег смертной опасности так, что тогда пост оказался сильнее пророка, разве не постом, не невитяне, а человека до скота отвратили угрозу, изреченную на срок трех дней, и оставили бездействием слово пророка Ионы? Разве не подвигом воздержания пророки достигали созерцания и видений Бога Вседержителя и прозирали и провещали будущее, как настоящее? Разве не им вооружались апостолы, когда во всю землю прошло вещание их и в конце вселенной глаголы их? Разве и мученики, не им облегшись, разрушали храмы и алтари и курения идольские и ни во что вменяли угрозы гонителей? Разве не из любви к нему преподобные оставили мир и все его прелести, обитая в пустынях и горах, и пещерах, и пропастях земных по апостолу Павлу, самолично не изложили дьявола и его воинство? Будем же и мы сохранять пост. Эту пристань душ, врачевство тел, умирание помыслов, умершление страстей. Пост, который ограждает чужое имущество, предупреждает обиды сиротам, является заступником вдов, не позволяет нам погрязать в житейских суетах, жизнь смертных делает равно ангельской, научает прилежать закону Божий день и ночь. О нем именно говорит порог Захария, раскрывая его громкую славу. Так говорит Господь Сидержитель, пост четвертый, пост пятый, пост седьмой будут дому иуду в радость, веселье и в праздник благих. Захария 8.19. Видите ли, как пост обращается в праздник? Слышите ли, какова его слава и его венцы? Убедитесь же, как возвышает он своих исполнителей в любви духовной. Вы хотите глубже проникнуть в его смысл? Откройте уши вашего сердца. Вникните в духовные песни, изливающиеся из источника бессмертия, вечно текущими струями. Что говоришь ты, пророк? Какого Израиля ты разумеешь, плоского или духовного? То есть душу, ведущую Бога, ведущую, оскверненного запрещенными жертвами или возрожденного учением апостольским, приносящего кровь быков и баранов или возносящего бескровную жертву агнца, землющего грех мира, служащего истуканом вместо Бога или от алтарей и идолов, плененного в сыновство духовное. Очевидно, здесь речь о новом и крещении просвещенном народе, очищенном водой и огнем. И через Исаию пророка Господь громко взывает, новомесячи ваших и суббот, праздников ваших не потерплю. Пост и празднование ненавидит душа моя. Исаия 1.14 Очевидно, новый народ призывается пророкам пользоваться благами поста вместо прежнего. Не то, чтобы Бог совершенно отвергал посты, молитвы, новомесячи и субботы, установленные для евреев, но он чувствовал к ним отвращение. Своими беззаконными делами иудеи отверглись Бога, Его избранников, возвещающих пришествие Его единородного сына. Они безжалостно одного убивали, деревянной пилой другого бросали в грязный ров. Да что говорить о пророках? Они самого владыку своего распяли, как преступника, и умертвили, говоря, вот наследник, пойдем и убьем его. Видишь отчуждение? Какому привели их собственные преступления? Не Господь отверг их. Они сами себя сделали чуждыми той близости к Богу, какой удостоены были их отцы. Все это сделали сыны Израилевы. Так избранный народ шатался против Господа, согласно со словами Бога Отца Давида, что метутся язычники, народа замышляют тщетное, и так далее. Сопоставьте теперь верные. Благие последствия поста, те награды, какие снизкивают себе упражняющиеся в нем без рассеяния мысли. Оцените, какое суровое и жестокое наказание постигает презирающих это установление. Что же? Не оказывается ли пост именно тем мечом посекающим, который охраняет доступ в Царство Небесное, тех, которые не соблюдают его со скромностью и кротостью? Он посекает. А перед теми, которые исполняют его по чистой совести, он не только отступает с готовностью, но и указывает им путь к беспечальной жизни, не оврачаемой радости и безболезненному наслаждению, и доставляет в воздаянии бесчисленные блага. И, если хочешь, мы из многих примеров выбрав немногие, покажем, как один, упражняясь в воздержании среди житейских забот, незаметно отстал от него, другой, утвердившись в нем, неправо, однако шел по путям Господним, иной соблюдая его, подвергался опасностям в земном плавании, и следуем за тем. Кто, обладая им, обидел вдову или сироту, кто, усовершенствовавшись в нем, не пользовался спокойно благорастворением воздухов, кто, возлюбив его, не удостоился видений и созерцаний Господа, кто, услаждаясь его плодами, проводил дни и ночи в попечении о законе Господнем, видите силу поста, видите честь, какую он почтен, не от начала ли мира он господствует среди благочестивых, приемы его не современны ли самому миру, уже с того времени прославляет он почитающих его, извергает в уничижении его нарушителей. Мы знаем уже, как сказано в начале беседы, что первый человек не соблюл воздержание, и за его пренебрежение подвергся наказанию, будучи издан из рая, и не изведен в крайнюю скудость. 854. Итак, выслушаем с самого начала историю, которую боговиец Моисея изложил для последующих поколений, или, лучше сказать, сам владыка Моисея, как любвеобильный отец, открыл нам. Но прошу вас о полном внимании к моим словам, тем более, что я хочу эту историю воспроизвести вкратце. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была невидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош». Видишь, возлюбленный, как прямо и решительно выражается Писание, «и увидел Бог, что хорошо». Прежде, чем явился свет, Бог знал, конечно, его свойства, знал, что он хорош, а говорит так с той целью, чтобы обратить наше внимание на могущество и величие Создателя. Ведь если бы свет не был добром, то Господь не сотворил бы его, не разграничил бы его с тьмою. Если бы он не был любезен ему, то и не получил бы наименование света в противоположность тьме ночи, с тем, чтобы им именно мы постоянно пользовались в своих делах. Затем, конечно, Бог все, что он сотворил в шесть дней, мог создать в одно мгновение ока одним словом и одним мгновением. Но впоследствии явились люди, я разумею, греков и их философов, которые своей мудростью дошли до безумия. Они не соблюли закон его, и потому мудрость их оказалась безумием. Они-то насчет того, что было создано в шесть дней, не усомнились измыслить басни, будто бы все произошло самобытно, и небо, и земля, и солнце, и луна, и все видимое. После этого до чего бы дошло их бесстыдство, если бы все было сотворено в один час? Но Господь, промыслитель, предупредил их неправду, и не дал пищи их языкам, низвергающим яд и поношение на Создателя, и почитающим тварь вместо Творца. Но возвратимся к прерванному и продолжим повествование дальше. И сказал Бог, да будет свет, и стало так, и нарек Бог свет днем, а тьму ночью. Непостижим остается для смертных, как навеки утверждено это дело рук Творца, без столбов и устоев. Дивны дела Господни, и кто способен исследовать их? И увидел Бог, что хорошо, и был вечер, было утро, день второй, и сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место. По слову повелевшего, тотчас сиделось все это, без всякого препятствия, без замедления. Был вечер, было утро, день третий. Видишь, как Писание возводит мысль нашу к совершенству. Где же те, которые говорят, этот плод горек, эта трава ядовита, или зачем хищные птицы, какая от них польза? Крик одной предвещает смерть, другая накликает бурю, а третье одно появление приносит нам несчастье. От многих слышал я такие недовольные и брончивые речи. Но приличны ли они христианину? Не следует унижать того, о чем сам Бог изрек с одобрением весьма хорошо и сказал Бог, да будут светила на тверде небесной. Чему нам больше удивляться? Недосягаемое ли высоте солнца, его размером, силе, неистощимости его тепла, или безграничному распространению его света? Каким образом, одно светило и одна материя совмещает в себе такие свойства? Не меньше поражает ум и мысль, и совершаемое им течение. В один день является оно на востоке и достигает запада, всякое место согревая своими лучами. Где дети персов, почитающие его, как Бога, и оставляющие создателя, чтобы воздавать честь его созданию? Разве не это самое солнце изо дня в день совершает свое течение так послушно и с такой правильностью, и то покрывается облаками, то помрачает свои лучи, когда пахнет ветер? Вот ваше солнце, на котором вы уповаете и которому служите. Все творения Божьи весьма прекрасны, и велики, и поразительны, но они созданы для служения нам, а не для господства. Так и луна, по велениям Создателя, поставлена для освещения ночи, и хотя то возрастает, то ущербляется, то с блеском переливается лучами света, то меркнет, но всегда без колебаний совершает свой путь среди многочисленных хоров звезд. Но возвратимся к продолжению слова. И был вечер, было утро, день четвертый, и сказал Бог, да изведут воды гадов, души живые, птиц, летающих по тверде небесной. Вникни, получив слова Вседержителя, сколько родов рыб морских создал он, и какое множество птиц небесных, великих и малых, призвал он к жизни. Подивись же безмерной мудрости его, как все это устроено одним словом. И сказал Бог, да изведет земля душу живую породу, четвероногих. О величайшая мудрость, о неизъяснимая благость. Во мгновение ока сотворил он всех скотов и зверей, и льва, и медведи, и драконы, и быка, и коня, и сколько других полезных и годных на служение людям. Такова мудрость Создателя. Все сотворил он в шесть дней. Свет, небо, землю, море, солнце, луну, звезды, горы, холмы и долины, зверей, скотов, рыб, птиц, китов и других животных, морских и земных. А затем, приступая к намерению более важному и желая дать жизнь величайшему из своих творений, отец Светов, сущий и бывший, ум безначальный, нерожденный, держит совет с единородным, родитель с родившимся от него бессеменно сыном, словом и мудростью непостижимой, держит совет Бога приличный и таинственный в таких словах. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да обладает надрывами морскими и птицами небесными и скотами и всей землею. А чтобы и дух святы не показался чуждым делу творения, вдунул в лицо его дыхание жизнь и стал человек душой и живою. Видишь ли избранное творение рук Создателя? Видишь ли Адама, поставленного Царем, создание? Видишь ли почесть, превозносящую того, кто был одним из творений? Посмотри же и дары, которыми наделил его Бог вместе с творением. И насадил Бог Раеви и Деми на востоке и насадил там человека. О, восплачем о той чести, которую взыскал Бог нас, о том человеколюбии, которое явил он роду человеческому, о тех неизреченных благах, которых сподобился Адам. И что же? Неизреченное попечение Божие от человека не остановилось на том, что создало его из небытия, что из праха вознесло в цари создание, на земле почтило выше ангелов и из бездушного сделало образом одушевленного. Чем? Какой добродетелю заслужил Адам такую милость от Господа? Какими трудами и подвигами достиг он таких венцов? Каким словословием возблагодарил он Творца за то, что тот поселил его посреди рая? Какое славное дело совершил, что удостоился проводить жизнь беспечальную? Чем угодил Богу за то, что такими осыпан был дарами? А между тем, сверх всего этого, человеколюбец излил на свое создание такие милости, которые должны были доставить человеку изобильные радости, веселья и утехи. Именно и наложил Бог, навел сон на Адама и взял одного из ребр его и создал жену. Поистине удивительны дела Господни, поистине неисследимы пути его, поистине неистащима его благость. Он не ограничился тем, что повелел Адаму из праха сделаться человеком и обитать в раю сладости, но еще сотворил ему помощника. Мое удовольствие почувствовал Адам, когда, очнувшись от сна, увидел перед собой жену. Какая радость наполнила его душу при виде помощника в лице жены, и при том помощника одного с ним рода и равного достоинства. До какого восторга и пророческого прозрения возвысился Адам, когда чувственными очами усмотрел в Еве свое собственное отображение отпечаток. В порыве этой душевной радости прорег он во всеуслышание истину такими словами «Вот ныне косят костей моих и плоть от плоти моей, сияно речется жена, ибо она взята от мужа своего». Видишь пророка с ясностью предрекающего будущее? Видишь, какой благодать и вдохновение удостоен был Адам от Святого Духа? Слышишь прекрасные слова через столько поколений не утратившие своей силы? На это величайшее дерзновение это общение со Святым Духом возбудило зависть коварнейшего дьявола. Нестерпимо было ему видеть те почести и милости, какими Творец окружал свое создание, и он постарался осуществить то, что задумал. Найдя в лице змея орудия своего темного и злобного умысла, он делает его своим сотрудником. Приступив к Адаму, он, впрочем, не осмелился, но избрал жену, которая и разумом и опытностью была слабее своего мужа и нежнее его. Пусть никто, однако, не порицает создание Божие, ведь, как Адама создал Бог, так и Еву сотворил он же из того же состава, из того же брения, одного и того же достоинства. Виною же помрачения и ослабления Евы, душевного и телесного, было коварство супротивника. И вот тот, кто из земной персти сделался бессмертным, удостоился быть созданием Сидержителя и в знак господственного достоинства почтен был именем человека и не только именем, которого звука был недостоин, но и соответствующий этому достоинству властью пользовался. Этот несчастный окрылил свой ум и вооружился дерзостью, покушаясь присвоить себе божеское достоинство. А как, послушай, коварный змей приближается к жене и что говорит ей? «Что сказал вам Бог не есть от плода древа познания добра и зла? В день, в который вкусите от него откроются глаза ваши, вы будете как боги знающие добрые и лукавые». «Видишь, видишь, слушатель, замысел врага, видишь искушение обманщика, видишь, как хитро обольстил он Еву и какими словами, в день, в который вкусите от запрещенного плода откроются очи ваши и будете как боги знающие доброе и злое. О, злой совет обманщика, о, бесчестие, в какое ввел он жену коварными словами, о, козни, которые не зверми на дно ада тех, кто человеколюбием Божиим возведен был на высоту. И не пришел лукавый к Еве явно в своем собственном виде, но вступает в беседу с ней облегшись змея, чтобы обмануть ее и его словами склонить к ослушанию Бога. Ведь если бы он пришел к ней сам самолично, Ева тот сейчас же удалилась бы от него и поспешила бы к своему мужу. Но под видом змея ему удалось вступить с нею в беседу, чем он и воспользовался, внушая ей приблизиться и коснуться дерева, плоды которого запретил Бог всем вкушать. Посмотри, как оно красиво и привлекательно на вид, и как приятно на вкус будет оно в устах твоих. Теперь ты внушаешь страх зверям и птицам, а после вкушения еще более возвысишься над ними. Теперь они видят тебя в человеческом образе, а вкусившая древо ты тотчас облечешься в божественный вид и будешь знать доброе и злое. Ничто не скроется от ваших глаз, не утаится от вашего слуха, но все видимое и невидимое будет известно вам и доступно. И что же? Соблазняется жена словами обманщика. Обещание змея воспламеняет ее душу, и она возвышает пету на создателя. Она идет к мужу и обращается к нему со словами горчайшими желчи. Почему это Бог заповедал нам не вкушать от этого дерева? В тот самый день, как мы вкусим от него, отверзутся очи наши, и мы будем знать добро и зло. О, злейший совет! О, слова горчайшие желчи! Не видела она очами своими света истины, не слышала ушами своими слова жизни, не вкусила устами сладости человеколюбца, не осязала руками своими источника света. Еще не жила она с мужем и уже удалила его от Бога, не начала сожительствовать с ним, и царя сделала его бедняком, еще не родила детей, а уже навлекла на них проклятие, еще не дала им жизни, а уже заслужила изгнание, вместо помощи мужу лишила его рая. О, злоба, о, безумие, о, обольщение! Своими словами она убеждает мужа и, взяв плод, подносит обольщенному, низводит на дно ада того, кто был поставлен над зверми и птицами, поражает душу благороднейшие всего, что под небом, погашает свет очей, ежедневно созерцавших Бога, поселяет робость в душе, входившей смело в общение с Богом, расслабляет руки, благословявшие птиц небесных и зверей земных, и всем им им имена нарекшие. Царь делается бедняком, богач попрошайкой, друг и собеседник Божий, подобно вору прячется под деревом, владыка делается слугой, чистый сердцем весь оскверняется, светлой душой становится мрачным, как ясное солнце помрачается набегающей тучи, так было и здесь, игралищем демонов становится тот, кто внушал им страх, как раб скрывается тот, кто сотворен свободным, в бесславие повергается и наравне с грязью попирается и прежде почитаемый и славный. Теперь, восстановивши в своей памяти эту историю, вникнем благосклонные слушатели в глубину писания, чтобы раскрыть смысл повествования, и увидела жена, что добро дерево, пищу, и угодно очам видеть, и прекрасно, и дает знания, и взяла жена от плода его и ела, и дала мужа своему. Вот лакомство, причиняющее смерть. Вот наслаждение, низводящее в ад. Вот вкушение, изгоняющее вкусившего из рая. И пусть никто из находящихся в здравом уме не возлагает на дерево вины, падающие исключительно на вкусивших. Поясним примером. Положим, царь приказывает воину не впускать кого-нибудь из начальника во внутренний покой дворца, если не будет на то особого распоряжения, а тот впустит или доверяет ему какую-нибудь тайну с тем, чтобы никто из посторонних не знал, а он сейчас же начнет рассказывать всем, кому вздумается и у кого есть охота его слушать. Как ты думаешь, не понесет ли такой ослушник наказание за то, что призрел повеление царя? Подобно именно и случилось на этот раз с Адамом. Все предоставил Бог в его распоряжение. Деревья, плоды, воды, райские удовольствия, солнца, луну и звезды, и об одном только дереве дал ему заповедь в напоминании о том, что и над ним есть владыка, которому он должен воздавать послушание. А он пренебрег всеми этими милостями, не оценил по достоинству оказанной ему чрезмерной чести и не воспользовался дарованной ему свободой воли. Послушался беззаконника и врага истины, оказал прислушание и вот следствие этого. Бессмертный сделался смертным, обладатель рая подвергся изгнанию из него, ходивший по стезям истины, стал игрушкой бесов, просвещенный духом святым, перешел в руки духов нечистых, блиставший пророчеством, не познал самого себя, каков он есть. И как только совершилось пагубное прислушание, тотчас Адам и Ева увидели, что вследствие своего преступления они сделали снаги. Пока они были обречены благоукрашенной одеждой бессмертия, до тех пор они не замечали своей ноготы. А когда совершилось падение и ослушание стало делом, тогда они усмотрели свое безобразие. И тогда услышал, говорит бытописатель, голос Господа Бога, ходящего в раю в полудни, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога. Они не чувствовали уже прежней близости к Богу. Совершилось преступление, и они скрываются от содержителя. Такова вообще участь людей, подпавших к греху. так, если кто совершил блуд или прелюбодеяние, и выходя из дома блудницы, встретят мужчину или женщину, беседующих с кем-либо, как это обыкновенно бывает при встречах, тогда совершивший грех уже думает, что разговор идет о нем. Он краснеет и смущается, так как его собственная совесть обличает его грех. Это именно испытали Адам и Ева. Без сомнений, и прежде Бог часто ходил в раю, и они никогда его не стыдились и от него не скрывались. А когда совершилось греховное дело прислушания, тогда они скрываются от лица Бога Всевидящего, надеясь, что это им удастся. Но как ошибочно была эта их попытка. Ввиду их растерянности и безответственности перед тайновидцем, сам он, испытывающий сердца оба, спрашивает Адама, вызывая его на путь раскаяния. Адам, где ты? Вот а дерево ты вкусил, а страсти не избежал. Вот и преступление совершил, а богоподобие утратил. А он отвечает, голос твой я услышал и убоялся, ибо я наг, и скрылся. Видишь перемену, произведенную грехом? Видишь срам падения? Видишь судилище, действовавшее внутри самого его отчуждения от бога. И сказал бог, кто сказал тебе, что ты наг, не ел ли ты от дерева, от которого я заповедовал тебе, не есть от него? Ты оставил меня, твоего творца, и передался врагу, покинул своего создателя и соединился с обманщикам. Я запретил тебе только этого одного не есть, а ты нашел себе советника в лице дьявола. Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. О, бессмысленная отговорка, о, оправдание, не заслуживающее извинения, о, жалкие слова не спасающие говорящего. Я дал тебе жену помощницу, а не главу, сотрудницу, а не госпожу, подругу, а не наставницу, супругу, а не начальницу, подчиненную, а не повелительницу, повинующуюся тебе, а не обладающую тобою. Поэтому, так как ты послушался врага и пренебрег мною, я налагаю на тебя наказание, которого ряд веков не поколеблет, которого никто не избежит. Ни один человек, воспринявший тело и вступивший в мир, не переплывет этого моря. Смотри же, Адам, так как ты послушался голоса жены твоей и ела дерево, от которого я заповедовал тебе, не есть от него проклята земля в делах твоих, в печали будешь снесть от нее во все дни жизни твоей, тернии волши произрастит она тебе. В поте лица твоей будешь есть хлеб твой, доколе возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. О, страшное проклятие, ужаснувшее все видимое и невидимое. О, прещение, которого бесконечные века не изгладят. О, наказание, которого сила и в долговременном существовании мира не ослабляется. О, слово, которого цари и правители, богачи и бедняки боятся и трепещут. И изгнал господь Адама и жену его из рая сладости возделывать землю, из которой взят он, и поставил херувима и пламенное оружие хранить пути древа жизни, и преграждать доступ к нему, чтобы никто износящих плоть и облеченных бренным телом не прошел через эти врата. Владычное слово навеки стало делом, и это запрещение открыло смерти свободный вход в мир. Цари боятся ее гласа, правителей приводят трепет ее имя, богатые подчиняются ее игу, бедные отдают ей дань, и все смертные, связанные узами природы, живут под страхом смерти. Но что делал Адам, сидя вне рая? Он возделал землю с плачем и стенаниями, орошая ее потом, изнемогая под тяжестью труда, изнывая под палящими лучами солнца, коченея ночного холода. При мысли же о том, какой сладость он лишился, слезы неудержимо лились у него, глубокие рыдания потрясали его грудь, из уст у тех твоих я лишился, сладчайший рай. О, какая радость наполняла мою душу, когда я созерцал твои красоты, о, как наслаждался я, обитаясь среди тебя. Сколько удовольствий доставляло мне благоухание твоих цветов. Беспечальная трапеза была для меня готова, чаша бессмертия была для меня полна. Мой дух окрылялся к жизни равноангельской, мои очи просвещались сиянием примирного света. Все твари почитали меня, как царя, все звери боялись меня, всем птицам я повелевал, что хотел, все живое взирало на меня, как на владыку. Теперь всего этого я лишен, как преступник, от наслаждения отстранен, как пленник, как для беззаконника для меня закрыты твои утехи, как беглый раб я извержен из твоих недр. Что мне оплакивать сначала и что потом? Утрату твоей красоты, непристающую радость, беспечальную жизнь, беспорочную славу, отсуждение от ангелов, устранение от архангелов, царскую славу, удовольствие, доставляемое деревьями, озаряющее тебя сияние и блеск, или наготу, которую я одет, крайнее безобразие, стыд предангелами, пренебрежение от зверей, непокорность скотов, дружбу с Богом, лишение духа, вечное блаженство. В чем мне излить свое горе? Каким рыданием я возрыдаю? В какое унижение повергнусь? Как выражу свои печали сокрушения? Как перенесу скорбь настоящую, последующую, ту, которую причинят мне недра земли, труд в поте лица, произрастание волчцов, поразившее землю проклятие? Я не перенесу этой глубокой печали. У меня нет сил оплакивать твою сладость, нет сил смотреть на тебя, сидя перед твоими вратами. Я лишился обитания в тебе, лишился вечного наслаждения. по своей собственной воле я сделал себя чуждым Богу. Отныне я не буду даже видеть или цезреть тебя. Не испытаю твоей сладости, не вкушу твоего блаженства, не наслаждусь твоим созерцанием, не буду озарен твоим светом, не буду обитать в тебе. Я все утратил, все прошло как тень, все миновало как сон, все исчезло от моих глаз, как будто и не бывало. Если можешь, хоть бы ты умолил Создателя, чтобы я не был изгнан из тебя. Пусть склонятся твои деревья, пусть повернутся перед благоутробным, пусть громко шумят твои листья. По повелению владыки ты исполнен блаженство, имеешь к нему дерзновение, как жилище Бога нашего. Подними вместо очей благообразия твоих плодов, и вместо красноречивых уст благозвучный шелест твоих листьев, и не оставайся закрытым для возлюбившего тебя. Вот теперь уста мои устали от крика, вот и язык мой перестал двигаться, и гортань моя связана молчанием. Я осужден как преступник, обнажен как несчастный, изгнан как беззаконник, как тленный отдан земле, из которой был взят. Я возвращаюсь туда, откуда вышел, и уже более не увижу твоей светущей красоты. Потом обратившись к жене, он начинает поносить ее, и в душевном огорчении говорить, зачем ты лишила меня бессмертия, о, жена, зачем увлекла меня с той высоты, на которой я был поставлен, зачем полновластного сделала зависимым, зачем царя создание обратила в раба, зачем потушила мои светлые очи, зачем совлекла с меня одежду, которую не ты искала, зачем позавидовала моей славе, зачем осквернила мою первообразную красоту, зачем ты, наименованная жизнью, сделалась для меня смертью, зачем разлучившим меня с ангелами сделала общником бесов, зачем лишила меня царства и повергла в крайнюю бедность, 863, зачем мои уши, постоянно наслаждавшиеся слушанием божественного голоса, ты закрыла как у аспида, который не слышит голоса заклинателя, я не хочу проклятия, прежде сочетания я требую развода, прежде чем принять тебя под свой кров, я требую твоего удаления, вместо соединения ищу разлучения, до сопряжения хочу от тебя устранить, я ступаю от меня прочь, о, жена, когда я начну обрабатывать землю, когда повлеку плуг, когда пожну созревший хлеб, когда добыв муку приготовлю хлеб, когда воссев угощусь им без заботы, когда усну без печали, когда сброшу с себя листья смоковницы, когда прикрою срамоту своего тела, когда ноги мои будут в безопасности от уколов терний, произращающих по повелению Божию, произрастающих здесь, когда я приготовлю покрывало, чтобы отирать с лица моего пот, который за твое неразумие, о, жена, я терплю. Теперь ты несешь труда, не несешь, и не замечаешь несчастья, а когда будешь родить детей, тогда почувствуй стяжесть наказания, когда придет тебе пора родить, тогда ты вспомнишь мои слова, когда труды и болезни постигнут тебя, тогда настанет время наказания твоего, когда схватят тебя муки деторождения, тогда ты вспомнишь проклятие Божие. Такими им подобными словами укорял Адам с душевной горечью свою сожительницу, этими словами поражая Еву каждый день, он предавался безутешному горю. В море этих скорбей первозданно изнывал под тяжестью насланного Богом гнева. Теперь вы слышали дети о создании Адама? Узнали достоинство, которым он был почтен? Дары, какими наделил его Бог? Видели, как совершилось его падение? Сочувствовали его безутешному горю? Видели, в каком горе и унынии сидел он перед вратами рая? Окончить ли на этом беседу или изобразить еще и то, что в качестве ужасного наследства оставило его последующим поколениям? Необходимо продолжить беседу, чтобы показать всем, какими ударами разразилось над людьми проклятие Божие, как очевидно исполнилось над нами осуждение, сохраняющее свою силу до века, как не лживы были уста изрекшие виновницы падения, умножая, умножу печаль твою и воздыхание твои. Истинность этих слов подтверждается последующими поколениями. Именно, подобно тому, как дождь воспроизводит в себе образ матери глазами или лицом или ростом, так тем же самым путем мировое осуждение распространяется до нашего времени и до скончания века мера его не оскудеет. Сосредоточьте же ваше внимание на обсуждение рассказанного и слагая в сердцах своих уроки истины, охотно выслушайте их. Конечно, не о целомудренных и честных женах поведем мы речь, но о дурных, распутных и порочных будет наша беседа. Какой разряд их представит наше слово? Девли, не знающих мужеского ложа или жен, живущих в браке, испытавших деторождение и материнство, или тех, которые, ставши вдовами, не воспитали в себе страха Божия? Во всяком случае, справедливость требует того, чтобы начать рассмотрение с первого возраста и затем по порядку перейти к последующим. Итак, пригласим представить сюда юных гев, считающих себя девственницами и хвалящимися своей невинностью и поведем речь о них. Что сказать мне о них? Изображу одежды, их нравы, хитрости, которыми уловляют они юношей в своей сети и другие средства обольщения. Часто, выходя из своих покоев и переходя с места на место, они широкой походкой, неприличными улыбками и всплескиванием рук оглашают уши юношей и, просовывая руки из окна в окна, бесстыдно обнажают их до груди. Сатанинскими киваниями они поражают взоры невоздержанных. Грудь их увешана золотом, им же унизаны пальцы на руках их, а уши обременены жемчугами и гиацинтами. Да и природную красоту лица заставляют они лгать, натирая себе щеки белилами и другими красками, выпрямляя шею, как у бездушной статуи, ежедневно и ежечасно переплетая волосы и раскидывая их по лбу, как это и прилично их злонравным делам. Всем этим не свидетельствуется ли их развращенность, не нелепы ли их дела и не бесполезны ли их поступки, не безумны ли их надежды. Между тем для них и этого мало, но кого они не могут обольстить открыто, против всех тайно направляют свои луки и стрелы, как и Ева обольстила Адама хитростью. Именно, о многих из них я слышал, что они подглядывают через зверные щели, наблюдая за проходящими по улицам, и в одних осмеивают походку, в других уничижают рост, в третьих издеваются над волосами и прической. Таким развращенным женщинам не нужны мимы. Проводя господские праздничные дни в праздности, они ничем не сдерживают себя, ни в пище, ни в питье, ни во сне, но все свои заботы ограничивают одним днем. Они ни отцов не боятся, ни к матерям не питают уважение, ни братьев не стыдятся, ни рабов и рабын не стесняются, но для всех одинаково служат соблазном и во всех отношениях являются кораблем, обуреваемым волнами. Но загляните в гробницы дочери Сиона и дети святой купели, рассмотрите там образ, который вы украшаете, и бесполезные, и нелепые украшения и одежды ваши, как все уничтожается тлением и безжалостной смертью, как все становится прахом, как все исполнено смрада. И пусть не восстают против меня женщины, будто бы я поношу их. Ведь свою беседу об этом предмете я предварил замечанием, что не о разумных женах будет моя речь, но о дурных, неразумных и развратных. И я ни на минуту не забываю, что много есть женщин скромных, честных и сохраняющих целомудрие, которых апостол упомянул в книге жизни. Перейдем, однако, к другим разрядам женщин. Ведь я имел в виду обратить ваше внимание на три разряда девиц, замужних женщин и обреченных на вдовство. Так как относительно девиц я уже предложил вашему вниманию немногое из многого, то начнем теперь от тех, которые, превозносясь браком, являются для своих мужей истинными аспидами. В самом деле, сколь многих жен видел я, приносивших своим супругам нежданную смерть. Сколько знаю я таких, которые не могли своим сожителям причинить смерти, зато своим злонравием заставили их страдать и ужасаться, и удерживать их при себе только из страха. Ведь даже владея богатством, такая жена днем и ночью, похваляясь им, не дает мужу жить в покое. А будучи бедной, она ходит с места на место, из дома в дом и всюду посевает раздоры, возбуждает гнев, причиняет беспорядки, не позволяя мужу своему иметь мира ни с соседями, ни с знакомыми. Она всех оскорбляет, со всеми судится, на всех нападает, всех приводит в смущение, перед властями держит себя дерзко и бесстыдно, в судах является в качестве обиженной, в банях многоречивой, как устраивает неприличные встречи и везде болтает без меры. Я поддерживаю наше благосостояние, я даю распоряжение рабам, я доставляю средства для жизни, муж мой только считается главой семьи, а ни о чем не заботится, ничего не знает, не входит ни во что, что делаю я в доме, кроме того, что ест и пьет за столом, не зная, как и откуда добывается это. О, явное бесстыдство! Справедливо, говорит мудрость, не внимай злой жене, ибо мед каплет от уст ее и на время наслаждает твою гортань, а напоследок будет горче, желче, и застренная более чем меч обоюдоострый. Притча 5.3. А если к тому же она овладеет грамотой, тогда недуг и злоба ее свирепствуют с двойной силой. Сколько жен погубили мужей своими письмами, сколько тайн, которые только жена могла выведать у мужа, всплыло наружу со всеми последствиями благодаря ее письмам. Немало я знал и таких, которые своей перепиской с любовниками предавали мужей своих в руки наемных убийц. Одни погибали от отравы, другие во время ночных прогулок или за городом попадали в засаду и кончали жизнь под ударами меча или камня или палки по голове и в спину. И такие-то жены бесстыдно приходят в церкви под предлогом молитвы и здесь клянутся причистым телом и кровью сына Божия или его матерью или вообще чем-нибудь святым, например, животворящим древом в том, что они не останавливаются своим темных дел, но будут свой уговор соблюдать верно и нерушимо. О, несчастная! Страшное имя Господа нашего ты призываешь в своем блуде! Безумная! Непорочную деву и богоматерь Марии ты делаешь покровительницей твоего скверного намерения! Дикий зверь и плотоядный ворон! Ты неприкосновенные дома святых делаешь причастными грабежу и крови, но храм Божий освященный и чистый не осквернится! А ты в потребное время вкусишь плоды своего безумия по сказанному апостолам Павлом, если кто разрушит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят! Если угодно, продолжим мы дальше нашу речь о непотребстве тех жен. Такая женщина, если ее соседками окажутся скромной женщиной, наблюдает за каждым их шагом, задевает их, и хотя кого из близких знакомых и родственников увидит входящими в их домы, все же приписывая им свои собственные дела, называет их ни в чем не повинных, ни душой, ни телом, прелюбодейцами и неистовыми, если имеет детей, смотрит на них как на зверей, если имеет слуг или рабынь, то ничем не сдерживается в отношении их, но и днем под предлогом работы бичует их, и ночью принуждает работать, нет страха Божия пред очами ее, и когда разделяет с мужем своим ложа, не дает ему спать, но возбуждает его против слуг, побуждает к ссорам с соседями, этот раб меня презирает, служанка надо мной смеется, тот сосед не перестает поносить меня и в церкви, и среди друзей на площади, заступись за меня, противно случая я не сяду с тобой за стол, не буду есть твоего хлеба, не стану больше спать с тобой, ведь это последнее дело, меня, твою жену, первой встречи ставить ни во что, если вы хотите иметь подтверждение моим словам, то вспомните об египтянке, соблазнявшей Иосифа, и возбудившей против него своего мужа, не угрожала ли она этому праведнику, даже и смертью, если бы не дремлющее око не предупредило ее, и не избавило его от горькой смерти, вспомните и Иродиаду, умертвившую крестителя, говорил предсеча, не должно тебе иметь жену, Филиппа, брата твоего, и она, заключив темницу того, кто был большим изрожденный женами, на перу среди возлежащих друзей, отсекла ему голову, и чего не могла Иродиада делать при жизни этого мужа, то беззаконие свое довершило после его смерти, не то же ли сама и Долида, не предала ли она иноплеменникам на смерть славнейшего и сильнейшего Самсона, остригши и связавши его своим блудом, Вот уже трех достоверных свидетелей я привел. Много и других подобных случаев указывает Писание, но так как при двух или трех свидетелях истинно всякое слово, то в дальнейшем умножении примеров нет и нужды. Господь Бог, сохранивший нас от подобных заблуждений, стыда и поношения, да устроит нас и впредь проводить жизнь целомудрие, да даст вам иметь чистую совесть перед мужьями, а к детям, рабам и соседям быть кроткими и милостивыми, и да удостоит и вас быть участниками Царствия Небесного. Но так как я обещал выше сказать и о третьем разряде, разрядах женщин, пребывающих во вдовстве, то здесь исполнить свое обещание, ограничившись относительно их немногими словами. Вдова и женщина должна быть по послу пау такова. Она воспитывает детей, служит нужным святых, оказывает услуги странным и не предается на волю своих страстей. После смерти мужа своего она, говорит апостол, обличена во вдовью одежду и, предавая скорби, перед всеми должна обнаружить соответственные нравы. Невоздержанная же вдовица, дикий зверь. Обходя дома, она распространяет неприличные слова. Я бедная, беззащитная вдова. Много богатств было у меня и в поле, и дома, много было и скота, и одежд, но супруг мой, будучи неопытен в мирских делах, все растратил. Мое преданное было очень обильно, но что ни говорила я ему, он не слушал. Конечно, я не могла идти против него и против воли помогала ему в растрате имения, и вот он оставил меня без всего. Так, кого при жизни обнимала и ласкала, того по смерти отдала на посмеяние друзьям и знакомым. Такая вдовица после смерти мужа своего озирается туда и сюда и ищет, где бы найти ей тайного любовника. И под предлогом молитвы или заботы о своем доме она многим причиняет соблазн. Совершая же беззаконные дела и в очреве зачиная, она старается это скрыть и тысячи способов употребляет, чтобы произвести у себя выкидыш, прибегая к помощи яда или к содействию других развращенных жен. В ее сердце нет страха перед Богом все видящим, и совершая грех она не стыдится, но плода этого греха стыдится и избегает. Скольких я видел рабов, сделавшихся господами, благодаря любострасти таких злонравных жен. Свободные дети со страхом и трепетом стояли перед ними, со связанными на груди руками, а те гуляли в шелковых одеждах и золотых поясах. Слышали вы христолюбивое изложение беседы? Уразумели урок истории? Я писал дела безумных и невозможных жен. Этим нравом научила их Ева, ее проклятие и прислушание. Впрочем, пора окончить слово. Заключим же его воспоминаниям о целомудренных и славных женах. Вот перед нами целомудренная вдовица Сарепская, во время голода пропитавшая пророка Илью. Вот самаритянка, которая принимала в своем доме пророка Елисея и у которой он воскресил сына. Вот Анна, разрешившая узы неплодства и породившая Самуила по молитве сделавшейся матерью. Вот Сара и Ревека, как чисто они были и непорочны в своем вот Сусанна, которая своим целомудрием осудила неправедных старцев на смерть. Этим-то женам вы и подражайте, одной в молитве, другой в непорочности, третьей в странноприимстве, той в целомудрии, иной в угождении Богу, чтобы удостоиться вам Царствия Небесного, которого досподобимся достигнуть все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со святым и животворящим Духом честь и слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.